Ну что, вот такая вода. А девочки продолжают идти. Видите? По улице. Я так поняла, что их 12 человек. Центр города Сальяр. Сейчас посмотрим, что здесь интересного у нас. Это, наверное, центр всё-таки. Не знаю. Мы только приехали. Ход в собор. Посмотрите опять, сколько людей. Друзья, полюбуйтесь только. Вообще-то сегодня суббота. Может быть, поэтому вы только посмотрите. И опять мы видим всю эту красоту. Посмотрите, здесь сделали какое-то шоу, что ли. Все фотографируются, я даже не пойму. Может быть, свадьба. Вот видите, дети там в веночках. Да, скорее всего, это свадьба. Видите? Детки красивые. Но я не вижу жениха с невестой. А может быть, и не свадьба. Спросить особо не у кого. Вот. А может быть, я же говорю, просто праздник. Не знаю. Да, объяснили мне, что это у них сегодня первый день причастия. И вот они тут празднуют. Вы знаете, неудивительно, что я не поняла. Я никогда не видела первого причастия. И тем более, сама никогда не участвовала. И мне, в общем-то, понравилось очень. Потому что получается, что это вот так торжественное, красиво обставленное мероприятие запомнится этим детям на всю их дальнейшую жизнь. А сколько у нас в жизни вообще праздников бывает таких торжественных? Раз, два, пять, восемь. Сколько тут всяких у них разных икон. Вот такой собор внутри. Да, вот они все девочки. Видите, их встречают здесь с причастием. Вот так в главном соборе празднуют первое причастие. И классно, что мы попали как раз на это торжество. Надеюсь, друзья, вам было интересно. Посмотрите, сколько здесь народу, друзья. Не передать. Ну вот, Соляр. Город. В горах. Еще теперь трамвайчик, который можно заказать и прокатиться. Посмотрите, а мы приехали вот на этом. Чудесно. В старом поезде показываю вам его внутри. Наверное, где-то 50-х или 60-х годов. Я что-то даже уже и представить не могу. А вот это, видите, в окошке это трамвайчик, который тоже вам поближе покажу. Проезд в трамвайчике 9 евро с человека из детей тоже. Трамвайчик ходит через каждые 10 минут вниз. Ну, а мы немножко прогуляемся, посмотрим. А это кафе, рестораны, которых здесь огромное количество на улице. Гранд-хотель Сольер. Пять звезд. Можно зайти посмотреть, в принципе, что хорошего здесь предлагается. Заходим внутрь и смотрим. Обстановочка. Отель. Не поверите. Вот такая комната у нас. Четырехзвездочный отель называется. Вы полюбуйтесь только. Тут настолько все убого. Убого и вообще ничего. Представляете? Вот. Все. И вот такой вот шкафчик. Сейчас покажу вам еще туалет и балкон. Вот здесь туалет с ванной. А это получается кабина здесь. Ну, душевая кабина в принципе неплохая. вот здесь вот так все это выглядит. Так. Фуалет. И все. фен есть. Что-то я даже не вижу здесь каких-то для помывки. Вот это что ли? Хэндвош. Это для рук. А там что у нас? А там что у нас? О, какой-то тоже хайр, боди, хайр. Два в одном. Боже мой. В общем, вот так, друзья. Здорово не разгуляешься. И смотрите, балкон, мебель на балконе, полюбуйтесь, как в каком-то затрапезном вообще месте. Ну, вот туда дальше балкончики. и вот такой вот вид на все четыре стороны. Пока ничего не видно, конечно, завтра я вам покажу. Это мы находитесь, находимся в самом центре города. А это еще вам сейчас покажу. Здание такое красивое типа мэрии. Я зашла там в боковую дверь, не увидела никакой надписи. Подумала Лакоста, наверное. Вот посмотрите, какой тут красивый такой огромный вестибюль. Потом увидела вот эти фигуры, решила, что может быть театр какой-то. А потом смотрю, а это оказывается библиотека муниципальная. Вот, когда я зашла сюда в этот огромный читальный зал, посмотрите, я даже сразу вспомнила какие-то фильмы. Вот даже напомните мне, какой такой фильм у нас вот с такой библиотекой. Ну, и здесь возле входа стоят почему-то вот такие вот какие-то театральные декорации. Вообще, конечно, очень классно. Так, я вам сегодня город показала, церковь с причастием даже показала, показала вам отель, библиотеку, ну, и осталось, конечно же, еще еду. они живые. Посмотрите на это. Какой кошмар. Вообще, конечно, как обычно здесь всего, чего хотите, но только все дороже и дороже. Вот сейчас покупаю Любину и Любина. Любина у нас здесь вот 8, 8,09 евро. Так, и дальше у нас вот, даже дешевле вот это вот Камбала, 7,55 видите, 7,95 вот этот это вроде бы как треска. Когда жарко, а здесь было действительно жарко, мы как-то попадали в самый солнцепек, пока доехали, час дня, и вот все хотелось к воде куда-то поближе. Такая здесь красота, посмотрите еще, просто оазис. Такой парк, не парк, аллея просто. Ну и еще сейчас покажу вам центр, да, как это все выглядит. И через весь этот центр проходят вот эти вот рельсы трамвайчика, которые мы уже с вами видели. Ну и так как жарко, я сюда перешла в тень. Посмотрите, вот с правой стороны совсем малюсенький кусочек тени, потому что солнце в самом зените. И посмотрите, как близко эти рельсы. Я, вы знаете, даже не ожидала, посмотрите. О, как близко. как-то очень опасно близко он проехал. Едва меня не зацепил. И еще один сразу же. Смотрите, сколько их тут много. мы так и не проехали на этих трамвайчиках. Оказывается, что это одна из таких главных достопримечательностей города Сальер. Ну и потом очень живописная вот эта вот дорога, железная дорога на поезде старинном, который я вам уже показала. Вот видите, здесь кругом горы, очень-очень красивые места. Вот сейчас будем проезжать, я вам покажу, сколько здесь лимонов. Посмотрите, это фермы лимонные. Быстро очень, к сожалению, мчится. Ну, не так уж и быстро. Вот сейчас я вам замедленно покажу, сколько лимонов. И у нас в поезде были открыты окна, и запах лимонов на весь вагон. Необычно, непривычно, поэтому я еще вам и это хочу показать. Усыпано все лимонами. Ферма такая. Лимоновая, лимоновая ферма. Открыла вам карту, показываю, смотрите, да? Ветер, к сожалению. Ну, вот вы видите, вот так выглядит этот остров Майорка. Вот это пальма. центр. Вот здесь вот Санта-Понса мы остановились. И еще один город Вальдемосса. Вот я показываю вам. Я обязательно вам о нем расскажу в следующем видео любовная история Шопена и Жорж Санта. Здесь мне сказали можно много чего посетить, но здесь уже к сожалению далеко и нужно ехать на поезде. Вот так. Не забывайте, друзья, ставить лайки и подписываться на канал. Пишите также ваши комментарии. Всем пока-пока. Редактор субтитров Корректор А.